В Саратовской области будет установлено более полутысячи детских и спортивных площадок. Об этом на брифинге журналистам рассказал председатель Аграрного комитета Госдумы Николай Панков. По его словам, в популярных для отдыха горожан местах и во дворах установят 373 детских площадки. Еще 200 будут иметь спортивную направленность. По словам парламентария, их обустройство запланировано не только в областном центре, но и в районах, чтобы жители всего региона не чувствовали себя обделенными. Мне очень отрадно, как председатель Аграрного комитета, что это коснется и наших сельских территорий, где также, я считаю, наши граждане, наши области имеют такие же права и требования по установкам площадок детских и спортивных. И они должны пользоваться тем, чем и пользуются все жители нашей области, в том числе и города Саратова. В областном центре площадки устанавливать уже начали. К некоторым подрядчикам и представителям администрации у людей возникли вопросы. Не везде поставили ограждение, положили соответствующие покрытия, где-то неправильно выбрали место расположения. Такие работы координаторы проекта принимать не будут и в обязательном порядке потребуют устранить нарушения. А сама процедура установки теперь будет идти по-новому. Специально для этого создан попечительский совет. Его председателем стал Вячеслав Володин, а Николай Панков – заместителем. Главная задача – вместе с общественностью проконтролировать качество работ по установке площадок в рамках проекта. Важно также изменить отношение жителей к самому процессу благоустройства. Граждане должны самостоятельно выбирать места для установки площадок и контролировать ход работ. Мы бы хотели, чтобы этот попечительский совет, к примеру, для крупных городов делегировал человек пять, может быть, от Сарата, от Вольска, от Балашова, от Петровска, в этот наш попечительский совет. Также, чтобы районные центры делегировали кого-то в этот попечительский совет. Из активных граждан, которые хотят этим заниматься, одним словом, мы будем контролировать ход установок и качество установок этих площадок. Как детских, так и спортивных. Николай Панков также отметил, что новые площадки не будут устанавливаться на местах старых площадок, в школьных дворах и на территориях спортивных учреждений. Там должны помочь представители власти. Главная же задача сделать новые объекты доступными для максимального количества желающих и, прежде всего, для детей.